МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это Хабаров спортивный на Хабаровской студии телевидения. Сейчас мы находимся в городском музее. Но и здесь с недавних пор есть место спорту. Теперь так здесь будет всегда. Символично, что экспозиция, посвященная хоккею с мячом, появилась в городском музее благодаря двум событиям. Во-первых, в этом году русский хоккей на берегах Амура отмечает свое 70-летие. А во-вторых, впервые в своей истории сканевтяник стал первым по итогам чемпионата страны. Но отправной точкой для открытия выставки стало не это. Первоначально идея о создании такой выставки, рассказывающей об истории клуба, родилась в 2015 году, когда здесь проходил чемпионат мира. Проходил он успешно. И созрела такая идея, чтобы сначала открыть выставку, и в дальнейшем здесь будет возможность создать постоянную экспозицию. Главные экспонаты – это, конечно, трофеи. Кстати, в этом году сканевтяник в России выиграл все, что только можно. И чемпионский кубок, и суперкубок, и старейший клубный трофей отечественного спорта – Кубок России. Возможно, с этих наград потом будут сделаны точные копии. А пока оригиналы побудут в городском музее до конца лета. Нашим хабаровщанам будет достойно узнать, что такая выставка существует, что здесь трофеи находятся уникальные. На сегодняшний день в зале хоккея с мячом больше ста экспонатов. Большую часть предоставил хоккейный клуб «Сканевтяник». Каждый мальчишка занимался летом футболом, зимой хоккеем с мячом. Поэтому он все знает, и какие коньки, как коньки отличаются шайбные от мячевых, и как клюшка изогнута. Поэтому это здорово, что все будут приходить, смотреть. История клуба, история хоккея с мячом города Хабаровска тут на лицо. Конечно, за 70 лет в Хабаровске хоккей с мячом имеет гораздо больше артефактов, которые хранятся и в домашних коллекциях, и в клубе. Есть такой плакат, в клубе нашем он висит. Мы это сделали. Я думаю, что вот эту фотографию, где собраны именно момент, когда команда празднует победу, впервые в истории хабаровского хоккея, надо сюда привезти. Немалый вклад в создание выставки внесли и те, кто в свое время делал Хабаровский СКА одним из флагманов хоккея с мячом не только в нашей стране. Я там свои тоже экспонаты отдал. Там стоит чашечка такая с 88-го года. При Советской России был такой в Бакане. Как мы уже говорили, выставка, посвященная настоящему и прошлому хоккея с мячом в Хабаровске, появилась благодаря чемпионату мира, который, к слову, в следующем году снова пройдет в нашем городе. Но не стоит забывать о главном, выражаясь языком коллег из программы «Городские события», информационном поводе. Спасибо в первую очередь чемпионам, благодаря которым такое поручение создать этот зал. Развитие хоккея с мячом появилось. И то, что его сегодня сделали, думаю, это только первый шаг. Следующие шаги во многом зависят от хабаровских болельщиков со стажем. Благодаря им экспонатов может стать заметно больше. Хотя, что такое хоккей с мячом, многим хабаровчанам и гостям города отдельно объяснять не нужно. Большую часть того, что я увидел, конечно, с этим знаком. Знаком, как бы говоря, уже по жизни. Это был Хабаров спортивный на хабаровской студии телевидения. И сегодня мы говорили про хоккей с мячом. Что ж, болейте за наших. Как видите, это приносит результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова